всем привет сегодня мы решать довольно оригинальную головоломку восьмого уровня сложности из 10 называется на олео тэн и состоит из 10 деталей которые необходимо поместить во внутрь игрового поля у нас есть 6 черных кружочков и 4 красные детали довольно сложной формы с выемками нам необходимо перемещать красные детали так чтобы нас поместили все шесть кружочков и как бы вы не пытались переместить детали вас всегда помещается только 4 либо 5 кружочков а 6 кружочек никак не помещается но есть одно положение в котором помещается все шесть кружочков и это положение максимально нестандартное я вас уверяю решение вас точно удивит просто я уже решил головоломку только сейчас записываю начало головоломку я печатал 3d принтере а придумал ее на мой взгляд гениальный конструктор головоломок который зовут йоу осака он придумал довольно много подобных головоломок, например, 7 волн, мы уже решали такую головоломку. Также мы решали головоломку самый сложный пазл в мире, пазл, который стоит только из уголков, множество подобных головоломок и в том числе Олео Тен. Так что предлагаю без лень слов перейти к решению, точнее к изготовлению, а потом к решению этой головоломки. Поехали! Итак, все детали головоломки уже распечатаны, можем приступать к решению. Сдача головоломки заключается в том, чтобы внутри белого игрового поля разместить все эти элементы. Всего у нас 4 больших красных элемента и 6 маленьких черных кружочков. Давайте пробуем это сделать, будем стекать время. Старт, время пошло. Ну что ж, давайте пробуем разместить, сразу убираем кружочки. Я так подозреваю, что кружочки каждый раз класть на место не нужно. То есть мы просто размещаем и сразу видим, у нас здесь поместится кружочек или нет. Сразу, мне кажется, вот это неправильно, потому что у нас не образовывается никакое место, поэтому сделаем вот так. Или, может быть, даже как-нибудь по-другому. Давайте вот так развернем, и у нас сразу получается 4 места. Или здесь 1 кружочек поместится? Нет, у нас получается 2 места. Да, всего два места, окей. Здесь еще одно место, но мы здесь размещать уже не будем, потому что, в принципе, понятно, что здесь получается у нас место. И что мы в итоге имеем? В итоге мы имеем места для пяти кружочков. Ну что ж, пять кружочков разместить несложно, но у нас остался еще один. Хорошо, давайте как-то менять. Давайте, наверное, логичнее будет размещать красный один элемент все время в одном месте, а остальные перемещать. То есть, таким образом мы будем делать перестановку элементов. Так, давайте сначала пробуем этот. Смотрим, здесь у нас два места образовывается. Так у нас ничего не получается. Так у нас получается три места, четыре, пять. Ну, по-моему, у нас как раз таки таки было. Так, теперь сделаем по-другому. Поставим вот этот элемент сюда. Что мы имеем? Вот эти мы можем поменять, например. Вот так. Так у нас ничего не получается. Так тоже. А, то есть, смотрите, сразу можно обратить внимание на то, что вот это место у нас самое невыгодное, потому что никакой элемент сюда не станет так, чтобы у нас образовалась ячейка. То есть, так у нас ячейка не образовывается. Вот с этим мы не сможем образовать ячейку, потому что здесь выше. И сюда мы тоже не сможем... А, сюда мы можем образовать ячейку. Ладно. Образовать ячейку можем. Хорошо. Значит, ставим сюда. А, этот элемент уже точно не будет тут стоять. И единственный вариант образовать здесь ячейку, это вот такой. Давайте пробуем вот такой вариант. У нас это получается всего одна ячейка. Если мы сделаем вот так, например. И вот так. Очень много мест образовалось, но всего пять. Вот этот элемент у нас здесь стоял. И теперь мы к нему подставляем другие элементы. Это мы уже сюда ставили. Это бессмысленно. Пока убираем. Хорошо. Ставим вот этот элемент. Мы уже ставили. Вот этот элемент давайте пробуем. А у нас, кстати, два одинаковых или нет? Нет, они все-таки разные. Вверх ногами. Да, они все-таки разные. Ставим сюда. У нас здесь образовывается два места. То есть у нас в любом случае вот так вот мы не сможем сделать. Потому что у нас никак мы не сопоставим ячейки. Так что... А, нет, получилось. Окей, получилось. Я ошибался. Получилось. Хорошо. Что мы еще можем сделать? Вот это сейчас неплохая комбинация. Очень даже неплохая. Сюда можем поставить... Вот так не подходит. Вот так тоже не подойдет. Так. Интересно. Можем вот так сделать. И что у нас получается? Почти решили, но опять же у нас всего пять ячеек. Это очень непростая головоломка. Она настолько продуманная. То есть вам сделать так, чтобы у вас получились нужное количество элементов, очень непросто. Я не представляю, каким надо быть гением, чтобы придумать такую головоломку, чтобы как вы не представляли, у вас остается пять ячеек. И вот только в одном положении у вас будет шесть ячеек. Это очень круто. Может быть здесь мы сможем сделать три ячейки? Нет. Перевернем. Вот ничего не даст, она симметрична, по-моему. Нет, не симметрична, но все равно ничего не дает. У нас здесь все равно недостаточно. Так, а если мы вот так развернем? Нет, ничего не даст. Вот эти не состыкуются вот с этими. Вот это нам нет смысла переворачивать. Если мы вот так сдвинем. Давайте пробуем сдвинуть, но, по-моему, у нас ничего это не даст, потому что вот здесь мы так не состыкуем. Так не состыкуем. Так, мне просто вот этот блок нравится. Здесь сразу три элемента помещаются, это очень хорошо. Но, возможно, я ошибаюсь. Возможно, нужно не так делать. Тем не менее, давайте попробуем по-другому немножко. То есть вот это хорошо мы сдвигаем вбок, потому что вот эти только два стыкаются между собой, другие к ним вот сюда вот не пристыковываются. Они на разной высоте находятся. Нам нужно сделать так, чтобы сюда хотя бы один кружочек поместился. Мы это можем сделать вот таким образом, например. Вот так. У нас здесь, получается, сверху помещается один кружочек, но тогда у нас здесь помещается либо ноль кружочков, либо один. Тогда давайте другой элемент пробовать. Если мы перевернем до ноль, получается, вот с этой стороны. Так вот это давайте пробуем. У нас, получается, здесь один, ну и здесь тоже один, это очень плохо. Давайте перевернем. Ну, тоже, нет, не вариант, не вариант. Здесь один, получается, здесь тоже один. А если вы любите головоломки так же, как и я, хочу порекомендовать крупнейший в России магазин головоломок cttstore.ru. В этом магазине вы найдете абсолютно любые кубики Рубика, от 1 на 1 до 19 на 19, от бюджетных моделей до топовых, любые модификации этих кубиков и все, что связано с тематикой спидкубинга. Это аксессуары, различные запасные детали, маты, таймеры, смазки и все, что только может быть связано с головоломками. Также огромный выбор других интересных и необычных головоломок. Мегаминксы, пираминксы, мегаморфиксы, пираморфиксы. Также множество деревянных, железных головоломок. А еще в магазине недавно было снижение цен на очень популярные кубики, поэтому рекомендую пройти и посмотреть, возможно, какой-то из тех кубиков, которые вы хотели. Сейчас стоит намного дешевле. И, как всегда, магазин гарантирует лучшую цену, быструю доставку и при каждом заказе получает подарок. Это может быть смазка для кубика, кубик-брелок и множество других подарков. В описании оставлю ссылку на магазин CCC Store и на их группу ВКонтакте. Рекомендую пройти и подписаться, для того, чтобы не пропускать интересные акции и распродажи. А мы вернемся к решению нашей сложной головоломки. Хорошо, давайте разбирать этот блок. Посмотрим, что мы еще можем сделать. Разбираем этот блок. Давайте какой-нибудь другой блок составлять, потому что, возможно, у нас может получиться еще один блок, где у нас сразу помещаются три кружочка. Но, скорее всего, нет. Потому что вот эти идеально стыкуются, другие, наверное, так стыковаться не будут. Но, может, нам не нужно привязываться к трем кружочкам? Кстати, какая у нас? По длине они получаются. Какие по длине? А, нет. У меня просто была мысль, что их можно боком повернуть. Давайте пробуем. Просто, мне кажется, если их боком повернуть, сначала так показалось, то они будут ровно в стену. У нас здесь вот теряется место. Да, мы не сможем поместить все эти элементы сюда. По идее. Может, как-то их можно вот так вот состыковать? А ну-ка, давайте пробуем. Так. Неужели я сейчас решу эту головоломку? Неужели здесь будет такое решение? Потому что это прям вполне вероятно, что здесь будет такое решение. Так. Смотрите. У нас вот здесь получается место как раз для одного кружочка. Видите? Просто идеальное место для одного кружочка. Скорее всего, решение будет вот таким. Только нам нужно правильно сопоставить, состыковать. Так, давайте вот эти промостыковать. Эти не входят друг в друга. Так, у нас тоже поединить стыкуется. Окей, давайте вот эти промостыковать. Вот так. Сюда нужно что-нибудь подобрать еще. Не подходит. Вот сюда вряд ли что-то уже поместится. Вряд ли. Да, вряд ли поместится. Если мы вот эти стыкуем. Неужели решение будет вот таким? Это будет очень круто, если решение получится вот таким. Настолько оригинально. Так. Вот сюда бы вот чуть-чуть не стыкуется. Чуть-чуть не стыкуется. Видите? И, а, ну у нас все равно не поместились бы все кружочки. Я так радуюсь, потому что сейчас стыкуется, но нет. У нас все равно не поместились бы кружочки. Нам скорее всего нужно... Так, давайте считать. Что у нас получается? Вот сюда мы, например, помещаем один кружочек. Если мы сделаем вот так Вот сюда еще два, один Два Сюда еще один И нам нужно... Нет, не получается Но мне кажется, что решение будет вот таким Да, есть! Все, я сейчас... А, нет, не поместится Я просто думал, что возможно у меня 3D принтер не идеальный И иногда детали получаются не такими, какими они должны быть Но нет, здесь вот тут по длине просто не помещается Поэтому что я думал, что сейчас получится запихнуть сюда элемент Окей, давайте по-другому размещать Но в принципе, я думаю, идею вы поняли То есть мы сейчас не так далеко от решения, скорее всего Давайте вот здесь пробуем как-нибудь по-другому разместить Но мне вот не нравится, что здесь, конечно, место теряется Но сейчас попробуем Нет, здесь мы ничего уже не приделаем Так, однозначно вот эти вот ячейки должны оказаться снизу То есть одна сверху, другая снизу Только, возможно, вот эти нужно поменять местами Давайте попробуем Давайте пробуем вот это сюда поставить Вот это сюда становится Это очень хорошо стыкуется Так, у нас здесь остается место для... Да, остается Ну как-то он немножко выступает А если вот так сделаем, он, скорее всего, не поместится Да, не помещается Если в другую сторону сдвинем Вот так Что у нас, да, получится Как-то так себе Не очень мне нравится, как они стыкуются Ладно, давайте пробуем вот это стыковать Упало Нет, вот здесь у нас всего одна ячейка Сдвинулась Здесь у нас всего одна ячейка Так не должно быть Так, нет Может быть так Так вот подходит Так, что у нас дальше? Сюда явно нужно вот такую Или вот такую Нет, вот так, наверное, надо Вот так Кладем сюда То есть сейчас вот практически идеальная картина Сюда кладем И вот если сейчас последний элемент поместится Да, я решил эту головоломку Время 9 минут 52 секунды Уложился в 10 минут Но это настолько оригинальное решение Это так круто выглядит Это так круто выглядит Я просто не представляю, насколько нужно быть гениальным человеком Чтобы придумать такую интересную головоломку Все настолько до мелочей просчитано Настолько гениальным нужно быть человеком Я редко удивляюсь вот таким вот головоломкам Потому что, как вы знаете Не очень люблю головоломки на перестановку элементов Но я люблю головоломки на перестановку элементов Которые решаются нестандартным способом То есть нужно выйти немножко за границу того Что вы представляете об этой головоломке И она решается Это так круто Мне действительно очень нравится эта головоломка Она так круто выглядит Так круто решается Однозначно лайк Огромный лайк Подводя итоги по сегодняшней головоломке Могу сказать, что мне она однозначно понравилась Несмотря на то, что это головоломка на перестановку элементов Здесь супер нестандартное решение, и это действительно оригинальное, это интересно, и мне кажется, изобретатель просто гениальный человек. Как я уже и говорил, время решения, здесь настолько гениально подобраны размеры, подобраны формы этих элементов, так что время решения у вас никак не поместился шестой элемент, если вы не развернете особым образом, при этом у вас все стыкуется. Это настолько круто. Мне действительно очень нравятся головоломки этого изобретателя. Я обязательно либо куплю, либо напечатаю еще другие его головоломки. Мы рассмотрим все головоломки, которые мы изобретем. Мне это действительно интересно, это действительно круто. Так что, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудьте подписаться на мой второй канал. Там уже полмиллиона подписчиков, там больше подписчиков, чем в основном канале. Также в описании и ссылка на мой тикток, там тоже уже полмиллиона подписчиков. У меня везде полмиллиона подписчиков, кроме моего основного канала. Но, тем не менее, мы приближаемся к этой цели. Сейчас на канале, по идее, когда вы смотрите этот ролик, должно будет уже 480 тысяч. То есть остается буквально 20 тысяч, будет тоже полмиллиона. Так что, надеюсь, уже скоро здесь тоже будет полмиллиона. Если хотите поддержать канал, можете репостить это видео, отправить друзьям. Возможно, им тоже будет интересна такая тематика головоломки, печатной 3D принтере. Почему бы и нет? И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok